Мощный старт, быстрый разгон, хороший темп. Дружный накат на первый промежуточный финиш. Скорость под 65 км в час. Лидерство захватил омский дуэт Виктор Подойников и Николай Денисов. Спортсмены выступают в паре уже несколько лет, наработали хорошее взаимодействие. Гонка Мэдисон это союз спринта и темпа. Два велогонщика солируют по очереди. Первый держит мощный ритм, второй принимает эстафету, это можно делать в любой точке полотна, выкладывается на коротких отрезках перед промежуточными финишами. Отличившиеся пары получают соревновательные баллы. Парная работа, все зависит от слаженности действий. Нужно чувствовать друг друга и знать в какой момент подхватить своего напарника. Отличное продолжение. Наша пара держит темп. Подойников и Денисов выиграли второй, затем четвертый и пятый промежуточные финиши. Хорошо стартовали еще два мусских дуэта. Родион Раевский, Глеб Космачев и Павел Нечипуренко, Никита Кежжайкин. Но в мужской гонке 120 кругов. В Мэдисоне есть еще один яркий нюанс. Резкий рывок велосипедиста с отрывом от соперников на круг приносит паре сразу 20 премиальных очков. Эту возможность блестяще реализовали московские спортсмены Игорь Петров и Павел Свешников. Столичная пара вырвалась вперед за 38 кругов до финиша. Мы в Москве хорошо поработали над скоростью и технически отточили передачу эстафеты. И сегодня у нас получилось реализовать. Мы заметили, что они немного промахнулись со сменами и тогда как раз поговорили и решили уехать в отрыв. Сражение на заключительных кругах гонки. Москвичи впереди 45 очков. Раевский и Космачев вторые. 41 балл. У Подойникова и Денисова 28. На последнем финише очки удваиваются. Подойников классным рывком обошел соперников. Этого успеха не хватило для общей победы. Московская пара Петров и Свешников выиграла гонку. Денисов и Подойников завоевали бронзовые награды первого этапа. Последний финиш понравился мне, как я провел его. Не стал меняться с напарником и сам решил провести. И понравилось, как я пролез между московской парой. В пределах правил и очень красиво это выглядело, наверное. И за счет этого выиграл финиш. Нужно все так финиша стараться проходить. Токсически и технически. Острое соперничество в споре женщин. Представительницы прекрасного пола состязаются на дистанции 80 кругов. Со старта хороший ритм взял опытный дуэт из Челябинской области Валентина Молостова, Анастасия Шарабрина. Спортсменки выступают в паре с детских лет. Продемонстрировали прекрасное взаимодействие. Выиграли четыре промежуточных финиша к ряду. Чистые победы в Мэдисоне редкость. Вызов лидерам бросили амички Анастасия Паскоя, Виктория Гришечко и пара Алена Затеева, Самарская область и Любовь Малервейн, Новосибирск. Наши велосипедистки выиграли последний финиш, но по общей сумме баллов золотые награды в первой гонке завоевала пара из Челябинска. Мы уже более давно вместе катаемся. У нас более такой слаженный дуэт. Технично очень хорошо. Да, очень аккуратно. Все было как запланировано, все смены, все было четко, продумано. Все по плану. Лишние работы не делали. Омские спортсменки завоевали бронзу, но намерены продолжать спор за золотые медали. Итоги первого дня соревнования подвел президент Омской Федерации велоспорта Павел Костюков. Мэдинсон – это как раз та дисциплина, которую нужно тренировать именно на треке, именно растет она в соревновательных. Мы очень много в календарь включаем соревнований по Мэдинсу. И Мэдинсон на сегодняшний день видно, что ребята нарабатывают соревновательный опыт. И они в этом направлении растут достаточно прогрессивно и видно уже успехи. Впереди насыщенная программа. Решающие гонки и соревнования пройдут в пятницу. Владимир Истомин. Антенна 7.